Сегодня мы сели завтракать с братьями. И вон голубь сидит. Залетел у нас там хлеб лежал с сухарями, он из кружки, клюет их. Прилетел. Я еду закрыл утром, не даю ему, а ему детей надо кормить. Прямо в шкаф залетает, там сухари лежат. Ну, что думаешь-то? Но сумочки нет, овощи нет, все только в зоб. Вот что, потащат с собой, как хомяк. Ну-ка давай. Вот такое дело. Утренний завтрак у нас сухари. Сегодня на окне одел и принесут хлеб. Володя вчера работал, принес помидорчики, огурчики. Вот он пришел. Прям за голову садится. Ой, это второй или то же самое? Двое. Вот как едим. Японцы это все бы определили как здоровье. Вот морковь, Володя. Это каротин. На самом мелком тащить надо. Желательно два раза. Вот сколько? Вот ложка, вот лишка. Две большие ложки будет. Мы уже свое взяли, это Володя. Кто на компьютере работает, это лучшее лекарство. Надежда Васильевна принесла кисель сегодня. С чем она его? Шипку все время переслащенная. Потому что он болеет все время. В организме не надо, чтобы шапширка сладкая была. Вот он пришел. Крошки собирает. От головы-то тут всего 40 сантиметров. Вот кто посмотрит, сейчас они найдут опять недостаток. Я уже знаю. А я никогда об этом не думаю. Ну, думает и думает. А главное, ему хорошо. Он доволен. Ну и залез, что крошки подбирает. Наши удивляясь, немцы живут. Они как поедят, маленькие собачки под столом. Они ставят чашку, они обрезали, а потом помыли и все. А наши-то, это из староверов, это прямо только слушали и то плевались. Ну, надо немцы. Какие они? Влево них был. Их много готовят. Там и не грят. А потом, где жены в этом тазике, стирает нижнее обелишко свое. Там что-то на скорую руку-то. У нас никогда этого не было. Это невозможная вещь даже подумать об этом. Поганая и чистая посуда. Вот к дедушке, когда приедем, у него была железная чашка, помню, синяя, полусиняя, синие такие какие-то пятнышки, а то мерзкая. Потому что мы где-то были, могли напиться не из той кружки, а то обмерщенное. Очистительная молитва должна быть. И мы никто не сопротивлялись, мы знали, что мы пришли, когда к дедушке куда-то домой ездили, потеряем куда-то, и где-то обмерщились. И все это помогало сохранить, искать веру. А говорят, а вот они такие, один больной какой-нибудь сеперитик напился, вся деревня могла умереть, врачей не было. Поэтому опоздали. Посуда чистая, кто пришел, ему дают из отдельной посуды пить. Она в шкафу стояла, но только совершенно отдельно. Вот он какое дело. Это все вспоминается. Как это помогло в страхе Божьем жить и найти Евангелие. Люди, если они этого не понимают. А, все разрешено. Я посмотрю вчера, папа римский, он мне вчера вспомнился, у меня голубенок на вылете был один, почему-то один в гнезде, но уже прям совсем хороший, уже вылетит. И он вчера вылетел, оставил внизу тазик с водой, и он утонул там, наверху. Жалко так. Я подумал, на папу похоже. Вот весь бритый, морщенный. Патриарх Кирилл стоит, и он рядом. Что спрашивать-то? Вот как дохлый этот голубенок мокрый, у меня его вытащил. Вот папа, о котором у меня кошка пушистая, то я смотрю, мне так напоминает патриарха. И борода у него, и волосы как надо презентабельно выглядеть-то. Нашего патриарха хоть на конкурс выставляй. Он как выглядит-то хорошо. А то католикам. Католикам бороды нету даже. Много всего у них не хватает. А у нас это есть. Побольше бы строгости. Один миссионер говорит, вот священник говорит, что через дорогу-то. А вот старобрядческий храм. И он своих прихожан учит, вы одевайтесь как следует, он рядом старобрядцы. Видите, как одеты? Он все время на них ссылался. А миссионер говорит, а старобрядцев рядом не было бы, было бы как о всех храмах. Говорят, какие-то вентиляторы. Вот вентилятор какой, от голубины живых крыльев. А если рядом старобрядцев нету, то можно расхлюпанным быть, какой попало. У них, видишь, как надевают какие-то эти... форму-то сверху надевают у женщин. Называется горбач. Вот он где. Я могу его прям рукой задеть. Вот он руку поднял, о чем не начнешь говорить, то есть только воспоминания. У нас просто интересно. В жизни идет. Чесноковочка. Обязательно чеснок. А на помидоры. Мы правильно не можем делать. Помидоры дали моей сестре, Валентине Тихоновне. И она там по всем правилам. Но никакой уксусной эссенции. Нам кто-то что-то дает, я спрашиваю, а что-нибудь есть там кислотака? Нету. Приучил сейчас, никто этого не делает. Консервы это прожигает желудок. Вот Жириновский правильно говорит. Консервы это то, что голод и консервы выбирать не приходится на время войны. Но сейчас рыбные консервы кильку брать, так это вообще... Пойди, поймай ее. А кто их изрезал-то мелко-то? Она? Ты, а зачем же? Высокил. Обязательно луковка должна быть. Лук никогда не жарит. Только сырой надо есть. У нас вот так вот край стола, вот за край стола вертикально. Головой не засадился. На кусочек. Повидло есть, если хочешь. Повидло есть. Повидло есть. Да, где-то-то повидло. У-у-у. Улетели. Ну что, Игнатьич Маш, я заканчиваю. А? Я заканчиваю. Ну да. И говорят, а почему нельзя наклоняться? Василий Великий говорит, всякое животное, вот как в ресторанах, наклоняется к пище. И только человек пищу подносит к себе. А чтобы не падало еще ложку, поставь, смотри, хоть куда несет, хоть сюда, хоть туда. А Серахов говорит, стыдись, облака члены на стол. У нас никогда не разрешается. Это бесстыдство. Почему? Это не надо рассуждать. Написано. Серахов об этом зря не сказал. Вот и все на этом. Давай сбоку.